Итак, я являюсь выпускницей Института стран Азии и Африки при МГУ. По специальности японская история и культура. Закончив этот замечательный российский вуз, во время учебы, в котором я проходила стажировку годичную в японском университете СОКО Дайгаку. Итак, закончив МГУ, практически всю свою профессиональную деятельность я посвятила работе с Японией и с японским языком. В 2002 году я создала свою небольшую компанию, которая называется «Ориент ПРО». И от лица этой компании и от лица себя лично занималась осуществлением деловых и культурных проектов, соединяющих наши страны. А мы с вами сегодня поговорим о загадочной стороне японцев, о секретах их менталитета. Думая, часто размышляя о том, что лежит в основе интереса к Японии во всем мире, а ведь не только в России, а действительно во всем мире существует такой феномен, как интерес к Японии. Многие люди, которые напрямую какими-то практическими целями не связаны с этой страной, тем не менее испытывают к ней симпатию, испытывают желание познакомиться с ней ближе, испытывают желание поехать туда. А поехав туда один раз, хотят снова и снова вернуться. Япония притягательна, её культура притягательна, и в этом кроется какой-то секрет. Особенно это часто бывает для человека западного происхождения, человека так называемой западной цивилизации, с его христианским в своей основе образом мышления. И я сформулировала для себя вот эти три основные причины. Это единственная страна за пределами евроамериканской цивилизации, которой удалось добиться впечатляющих успехов в экономике. И это непростые слова. Лишь последние 2-3 года Япония уступает второе место по ВВП Китаю. А ведь с 70-х годов вплоть до последних лет экономика Японии, страны, которая, как все знают, бедна полезными ископаемыми, находилась на втором месте в мире после мощнейшей экономики Соединённых Штатов Америки. Конечно, рассматривая только один этот факт, нельзя не впечатлиться и не задаться вопросом, почему это получается у японцев и не получается у остальных. Что есть такого в этой нации, что позволяет достигать им таких успехов? За счёт чего они это делают? Какую цену они за это платят? Второй момент, который, как мне кажется, делает Японию столь притягательной для окружающего мира, это её многогранная культура. Культура, которая представляет собой своеобразный ребус, шараду. Вот так уже повелось, что то, что неизвестно, представляется нам загадочным. И хотя с великой эпохи Мэйди и Син, реставрации Мэйди, прошло уже очень много времени, за которое и сами японцы потрудились над тем, чтобы мир их лучше понял, и мир обращал не раз пристальный взор на эту страну, всё равно некий шлейф загадочности, созданный этим периодом изоляции, на мой взгляд, продолжает сохраняться. Итак, очень часто мы говорим о загадочности Японии, подразумевая, что люди, проживающие в ней, часто охраняют свои истинные чувства, истинные намерения и истинные мысли под некой маской. Поэтому я выбрала в качестве заставки к нашей сегодняшней лекции эту замечательную фотографию актёра театра «Но» в костюме и маске. Мы видим перед собой некоего человека, он одет в яркий нарядный костюм, на нём маска. Что она означает? Какую роль играет этот человек? Он добрый или он злой? Что он хочет нам сказать своим одеянием, своим внешним видом? Глядя на этот образ, мы действительно не можем правильно понять его, не зная каких-то очень глубинных, коренных, зачастую скрытых плотной завесой тайны, моментов. Кажется, как можно знать японцев, не зная их языка? Иногда говорят, язык жестов самый надёжный, он всегда поможет вам в трудной ситуации, и с помощью этого языка вы всегда сможете понять друг друга. Проверим, действует ли это правило в отношении с японцами. Итак, сейчас я предложу вам на выбор несколько жестов и поз, которые очень характерны для японцев. Это наш небольшой тест. Итак, что означает этот жест? У меня насморк, надо пойти к врачу, хочу сказать вам что-то наедине или указывать на себя. Дотрагиваясь до своего носа, японец делает этот жест в ситуации, когда русский сделает так. Он скажет, да я же вам честное слово, а японец делает так, это же я вам говорю. То есть такая разница в жестах. Идём дальше. Что означает этот жест? Забодает тебя корова, да чёрт с тобой. Просто дразница обозначает ревность или гнев. Ревность. Дразница. Дразница. Драдость. Ревность. Ревность. Совершенно верно. Обозначает ревность или гнев. В Японии считается, что демон ревности, хання, который, кстати, имеет по японским понятиям женскую природу, это существо демоническое такое с рогами на голове. Интересная деталь. Японские невесты одевают на свадьбу специальный головной убор в виде белого колпака. Одно из названий этого убора — сокрытие для рожек, потому что считается, что, выходя замуж, женщина должна раз и навсегда изгнать из себя демона ревности и забыть о том, что такое чувство существует. Справедливо это или нет по отношению к женщине, думайте вам, но такова часть японской традиции. А что означает этот жест? Радость. 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 Радость, кто сказал? Татьяна. Вызывает радость и поздравление. Когда все хорошо, вот, например, человек вот что-то сделал, а вы идете к нему навстречу, а он хочет вас как можно скорее оповестить о том, что удача какая-то, вот хорошее решение дело, исход хороший. Особенно пожилые люди часто прибегают к этому жесту, вот, и я не раз этому была свидетелем. И в заключение еще один жест такого свойства. Пойдем выпьем. Хочу сказать вам что-то по секрету. Указывает на нетрадиционную ориентацию. Или призывает помолчать. Выбежит. Выбежит. Третий вариант. Вот этот жест с таким характерным выражением лица обозначает о том, что человек, о котором говорят, да, а в Японии не принято говорить все прямо, да, что это слишком было бы просто. То есть вам опять говорят о некоем Ямагучи-сан, и чтобы не упоминать прямо, что же это за человек, показывают вот такой жест. И, соответственно, собеседник понимает, о чем идет речь. Источником информации для этих замечательных жестов является книга, которая, к сожалению, только один раз издавалась у нас в 2001 году. Книга автора по фамилии Тумаркин «Жесты и мимика в общении с японцами». Мы с вами убедились вполне, что трактовать японцев с точки зрения нашей логики, которая кажется нам порой единственной, абсолютно правильной, довольно сложно. То есть мы, конечно, можем сделать свой вывод, но применительно к японцам он ни о чем нам не будет говорить и уведет нас порой в другую сторону. Попробуем приоткрыть завесу тайны над некоторыми моментами менталитета японцев. С чем мы сегодня будем иметь дело? Для начала поговорим о столпах религиозной, философской основы. Я бы отделила понятие синта и буддизм от конфуцианства. В трогом смысле этого слова под религией мы понимаем именно синта и буддизм. Тогда как конфуцианство – морально-этическим, философским учением, которое, тем не менее, при строгом следовании его принципам и постулатам тоже может быть возведено в степени религиозного поклонения. Но изначально у них разная основа. Вот на этих двух фотографиях вы можете увидеть священников синтаистского и буддистского храма, которые проводят религиозные церемонии. Они разные по виду, у них разный внешний вид, их легко можно отличить, если уловить некоторые характерные особенности. Они действуют с помощью разных атрибутов, они говорят или не говорят по-разному. Давайте посмотрим на важные принципы мировоззрения японцев, которые основываются на синтаизме. Мне представляется, что в основе мировоззрения любой нации надо искать комплекс религиозных представлений. Даже если человек, современный человек, считает себя атеистом, считает себя агностиком, считает себя человеком, неподверженным влиянию религии, всё равно тот религиозный контекст, в рамках которого он родился, он существует, не может не оказывать на него влияния. Главным духовным принципом синта является жизнь в согласии с природой и людьми. И здесь вы абсолютно правы, наша слушательница, которая говорила о бесконечной любви японцев к природе. Это действительно так. Можно говорить о том, что это заложено на генетическом уровне и освещено древней религией. Вряд ли в мире найдётся ещё один такой народ, для которого связь с природой была бы так жизненно необходима. Она не может не поразить, если вы прочувствуете всю искренность отношений. Мы все можем говорить, любите природу, но любим ли мы её в действительности? Готовы ли мы замечать каждый листочек, каждый цветочек вдоль дороги? Выспевать эти слабые и хилые растения в бесконечных произведениях поэзии? Готовы ли мы рисовать их на шелковых свитках, рассказывать о них своим детям и так далее? Этого не происходит нигде, кроме как в Японии. И основа такого отношения уходит корнями в синто. Большинство японцев осознанно считают себя причастными к синто, осознанно разделяют её ценности и традиции. Поэтому, конечно, думая о том, почему японцы такие или не такие, мы никак не можем обойти вниманием эти существенные моменты. Итак, прежде всего, в синто признаётся сочувствие к окружающим, уважение к старшим по возрасту и положению, способность жить среди людей, то есть быть полезным людям, поддерживать искренние и дружелюбные отношения со всеми, кто окружает человека. В синто порицается злоба, эгоизм, соперничество ради соперничества. Думайтесь вот в эту разницу. В христианстве человек несёт ответственность перед высшим началом. В Японии человек несёт ответственность перед группой людей, с которой он себя ассоциирует. Вот эта важнейшая разница в европейско-японской культуре не раз являлась объектом осмысления с двух сторон. Теперь посмотрим на интересные факты относительно буддизма и на степень его влияния на менталитет японцев. Итак, буддизм пришёл в Японию из Кореи и Китая в V-VI веках н.э., то есть к тому времени, когда синтоизм уже господствовал в умах большинства живущих на территории Японии людей. Вдумайтесь, в Японии существует 13 только общепризнанных крупных школ буддизма. То есть это некие направления, за которыми следуют миллионы последователей на протяжении многих веков и поколений. И в рамках каждого из этих направлений сформировались такие свои особенности, которые отличают их от других. В чём же эти отличия? Одни направления японского буддизма сосредоточены на философии, другие — на культурных аспектах и так далее. В Японии это всё уживается мирно, и для этого должна быть какая-то основа внутри человеческой души, внутри их ментальности. И она кроется в том числе и вот в таком восприятии буддизма. Ещё один уникальный совершенно феномен Японии, который мог, пожалуй, только в этой стране и произойти, — это слияние буддизма и синтоизма. Благодаря буддизму в синто появилась концепция достижения гармонии с богами через очищение. Поскольку буддизм был сначала популярен у японской аристократии, они очень мудро поступили. То есть в тот момент, когда они, грубо говоря, насаждали буддизм среди японского народа, они не пошли по пути искоренения исконных синтоистских верований. Борьба за выяснение, чьё божество более божественно, оно искалечило многие-многие души. Вот в Японии этого не произошло. Вот удивительная мандала, на которой показано соответствие будд и бодхисаттв. Бодхисаттвы — это буддистские святые тем или иным синтоистским божествам. То есть их просто инкорпорировали в систему буддистских святых. Идём дальше. Напомню вам, наверняка вы все знаете, что Конфуций — великий китайский учёный-философ, который жил, соответственно, в V-VI веках до н.э. Это древнейший китайский философ, учение которого определило жизнь на многие поколения вперёд, как в самом Китае, так и в окружающих его странах. Основных принципов конфуцианства довольно много. Все они хорошо известны, хорошо изучаются. Я их здесь предложила в виде таблицы, но сегодня мы не будем рассматривать каждый из них целиком. Я лишь скажу о том, что конфуцианство пришло в Японию, вернее, укоренилось в Японии гораздо позже, чем синтоизм и буддизм. Это произошло уже в XVII-XVIII веках, когда в Японии установился мир под руководством влиятельного и могущественного сёгуната Токугава. Почему так важно было это для правящего класса? Потому что они увидели в конфуцианстве стержень иерархического подчинения, который они решили сделать основой своего правления. Именно долг, уважение к старшим. Под старшими понимались прежде всего родители для ребёнка, сюзерен для вассала, император для народа, для жены муж. Вот эта строгая система иерархии, которую предлагал и объяснял, и очень здраво объяснял конфуцианство, японцы восприняли и очень успешно внедрили в сознание своих граждан. Таким образом, конфуцианство — это как раз та ветка на дереве японского национального сознания, которая была привита позже двух других ветвей. Но которая сейчас неотделима, равноценно там сейчас расположилась и находится. Двигаемся дальше и от религиозно-философской основы японского мировоззрения переходим к нормам поведения и морали в японском обществе. Не такие, как все японцы, или всё-таки мы похожи? Посмотрим. Итак, гармония «ва», вот этот иероглиф, который я здесь указала, он является, собственно, и синонимом самой Японии. «Ва» — это очень важное понятие. Основной принцип, которому мамочки учат деток своих маленьких с детства — не приносите беспокойства окружающим своим действиям. Что бы вы ни делали, может сказаться на ближайших окружающих, на более дальних окружающих, на ещё более дальних окружающих и так далее. Удивительным совершенно образом уже к трём годам, казалось бы, малютки совершенно несознательные, японские дети, вот уже становятся… Я не хочу сказать, что они не шалят, я не хочу сказать, что они не кричат, что они не плачут. Конечно, они это всё делают. Но если сравнить ребёнка из типичной европейско-американской семьи и его японского сверстника, ну, в глаза будет бросаться, что японский малыш ведёт себя более сдержанно, более внимательно по отношению к окружающим. Если вы попробуете инициировать спор в Японии, особенно с малознакомым человеком, скорее всего, в виде самой распространённой реакции вы увидите улыбку или смех. Это будет смех смущения. Это будет смех, который должен вам указать, что вы делаете что-то неблагопристойное, что надо вам прекратить это делать. Идём дальше. На мой взгляд, очень точное определение, даже, опять же, понятно и без слов, что такое хонне и татэмайя. Татэмайя — это некая внешняя благопристойность, которую каждый уважающий себя член общества в общении с другими такими же членами общества должен демонстрировать окружающими. А хонне — это что-то, что он содержит глубоко в себе и то, что совершенно необязательно может всплыть наружу. Ещё два очень важных понятия. Хикаэ, но арухито — это такой замечательный человек, который всегда стремится держаться в тени, ставя на первое место интересы своей группы. Но вот в Японии очень часто можно услышать похвалу скромным людям. В то же время всё должно уравновешиваться. И раз есть хикаэру, то есть и такая система отношений, которая балует кого-то. Правила это может быть по отношению к детям или в отношениях пары. Но такой тип отношений существует только с близкими людьми, только с людьми своей родственной группы. Тогда как хикаэру — это скорее свойство, которое демонстрируется в обществе. Тут трое японских служащих, такая картинка, которые, скорее всего, извиняются за какую-то ошибку, совершённую их компанией перед другими людьми. Посмотрим, что такое гири. В прежние времена, конечно, влияние гири было значительно больше, чем в современном японском обществе. Даже вот есть такой, например, нюанс, отражённый в словах, что свёкор и свекровь по-японски называются «мама гири» и «папа гири». То есть это получается «мама и папа» по долгу, по чувству долга. Проявлений концепции гири в современности можно найти очень много. Но я хочу кратко рассказать о своей небольшой личной истории, которая произошла совсем недавно. Говорит ли вам что-то имя Дайко Коя Ко Даю? Здесь есть актёр? Нет, это не актёр. Дайко Коя Ко Даю — это был японский купец. Он также был капитаном торгового судна, которое волею судьбы в эпоху Екатерины Великой попало на территорию России. Сны о России. Да, сны о России. Да, совершенно верно. В семье Аоки Сан, который вот здесь собственной персоной, которому сейчас он является преподавателем известного университета. Ему уже за 70. Так вот, его родители были творческими людьми. Его отец был режиссёром, а мать — оперной певицей. Его отец всю жизнь мечтал снять документальный фильм о Великом Шёлковом пути. А мать, будучи певицей, соответственно, ценила и увлекалась оперным пением. Так получилось, что во времена Советского Союза отец Аоки Сан никак не мог получить разрешение на съёмки. И пока он его ждал, он тяжело заболел. И к тому моменту, когда пришло разрешение, он уже не мог приехать в Советский Союз. И тогда вместо него поехала его жена, чтобы осуществить его задумку, его идею. Но когда она сюда попала, и она познакомилась с огромным количеством интереснейших людей, среди которых был министр культуры того времени, была замечательная певица Людмила Зыкина. И она начала развивать эту идею. Ну, опять же, пока время, пока не нашли композитора, пока не написали музыку, либретто, пока не перевели все стихи, подошли уже 90-е годы. В те годы этой мечте не суждено было сбыться, мама ушла из жизни и завещала своему сыну осуществить эту идею. Это стало для него моральным долгом, гири. И вот в конце прошлого года, а именно 30 октября 2018 года в Москве, на сцене Дома музыки, на театральном зале Дома музыки, состоялась долгожданная премьера. Важным поведенческим категориям это second day или внимание к оценкам, взглядам и мнениям о себе со стороны окружающих. Иногда, конечно, вот это и является причиной душевных травм и депрессий. Вот это чересчур преувеличенное внимание к тому мнению, которое может сложиться о человеке. Стремление к идеалу, о котором мы говорили здесь с вами, которое вы назвали, в качестве одних из черт для вас важных в японцах. Частота, точность, аккуратность, пунктуальность. Все это, конечно, имеет место в национальном характере. Эстетика умолчания. Очень важное понятие в японской культуре. Собралось здесь три пословица на эту тему. Все они говорят об одном и том же. Красноречие серебро, молчание золото. Молчание — источник денег. Это значит, вот побольше помолчишь, побольше заработаешь, поболтаешь, если, да. Но здесь речь не идет о торговом красноречии. Речь идет о качествах благородного человека, воплощением которых на протяжении японской истории долгое время оставалось самурайское сословие. Болтливых самураев мы знаем очень мало. Даже в современной массовой культуре они обычно мало говорят, больше действуют. Молчание — это цветок. Ивану Гахана. То есть это такая просто древняя форма японского языка. Подведем итоги. В любом обществе пишет в своей книге, замечательной книге, «Лики времени» Александр Федорович Прасол, наш замечательный исследователь Японии и ее культуры. В любом обществе люди выполняют различные роли. Соответственно, время от времени надевают маски. Это не новость. Но особенность в Японии состоит в том, здесь мы снова к началу нашей лекции мостик прокладываем, что масок здесь очень много, и они очень плотно пригнаны к человеку. Замечательно. До моря готова займашта. Большое спасибо вам за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok